Дорогие наши друзья, сегодня мы собираем ёлку, как мы вам и говорили, как и обещали. Итак, что у нас есть в наличии? Ёлка, ветки, в общем, всё здесь разложено. Мишура для того, чтобы низ украсить. Игрушки разные, шары блестящие, шары с пайетками. Когда-то, несколько лет назад, я вот их сама делала, пайетки клеила, сидела. У неё вот такие вот разные шары у меня получились. В этот раз мы наряжаем красно-золотым цветом. А ещё у нас есть к шарам вот такие банты. Сейчас это всё мы оформим, всё сделаем, вам покажем. Так, что у нас ещё есть? А ещё у нас есть вот такие вот весёлые Дед Мороз со снеговичком. А ещё у нас есть с нашего детства. Вот такой Дед Мороз один, и Дед Мороз второй. Это всё с нашего детства. Это ещё резиновый Дед Мороз, представляете, этот пластмассовый. Но они у нас уже реставрированные, много раз были, поэтому... Но всё равно они с нашего детства, поэтому мы их всегда ставим под ёлку. Так, а ещё есть наш любимый, вот такой вот овень, который мы вешаем всегда на люстру или на дверь подвешиваем. Колокольчики вот упали, сейчас попробую их найти, где-то должно быть в игрушках. Ну что, приступаем, наряжаем ёлку. Ну что, ёлка выглядит ещё как пальма, поэтому сейчас мы всё сделаем. Ну что, нижний ярус готов. Сейчас приступаем к ярусу, который повыше, чем этот был. Ставим следующий ярус, тоже по цвету. Здесь вот у каждой веточки свой цвет идёт. Сделаем. Это мы определить быстро и легко можно. Наша ёлка готова. Всё-таки метр семьдесят ёлка, как мы поняли, вернее вспомнили. Сейчас мы её распушим, каждую веточку расправим, и тогда она приобретёт красивый пушистый вид. И будет очень красиво смотреться. Ёлку мы покупали лет пять назад. Она тогда стоила по нынешним ценам дороговато. Сейчас ёлки, ну, понатуральнее, скажем так, выглядят, как силиконовые, не силиконовые, а пластмассовые, но они очень красиво смотрятся. Вот. За такую цену можно прям хорошую ёлку купить, когда мы покупали. Что-то мы брали около шести тысяч эту ёлку. Пять с копейками, там что ли, тысяч. Эта ёлка стоила вот несколько лет назад. Сейчас получше можно уже, конечно, взять, потому что в прошлом году ёлки были очень красивые, мы смотрели. Ну, не в этом году. В этом году у всех кризис. Ёлочный кризис называется. Новогодний, да? Поэтому. Ставим, какая есть ёлка. Но она тоже красиво смотрится. Прямо цепи, поэтому. Не скажу, что прям плохого качества. Не цепится ничего эта ёлка. Пушистая. Смотрится очень хорошо. Когда ёлку наряжаешь, всегда сразу новогоднее настроение. Хочется Новый Год поскорее. Поэтому. А Новый Год придёт. Раз. И его и нет. И сразу становится почему-то как-то печально. Лишь бы Новый Год 2021 был хорошим годом. Потому что этот год был, конечно, ужасным. Все болели. Люди. Хочется, чтобы год был хорошим, замечательным. Пусть он сложится у всех хорошо. Люди пусть не болеют. Будем на это надеяться. Елка готова. Вот. Мы её распушили, поставили. Лесная красавица. Когда-то в детстве покупали постоянно живую ёлку. Когда-то в горшочках брали её. Потом высаживали. Это было настолько интересно, что дома живая ёлка, которую потом можно было высаживать в огород. Это было очень здорово. Сейчас, конечно, ёлок живых, я не знаю, продажи я, честно говоря, не видела. Вот. Но мне кажется, наверное, может быть, это и продают. Но я считаю, что это, конечно, лучше поберечь ёлки. Они очень долго растут. Пускай лучше стоит такая красавица, которая также заменит живую ёлку. Ну, живая ёлка, конечно, пахнет, но пахнет она всё равно недолго. Быстрее осыпется. А эта ёлка долговечнее будет. Поэтому лучше, друзья мои, наряжать искусственную ёлку во избежание того, чтобы ёлки не вырубались, скажем так. Хотя их, конечно, много, их выращивают, но растут долго. Ёлка готова. Традиционно, конечно, ёлку мы ставим в угол комнаты, когда мы привыкли всегда её туда ставить. Такое сразу праздничное, такое предпраздничное настроение, такое в душе, так прямо сразу. И я думаю, надо как-то это закрепить, сказать, это праздничное настроение. Пока она так наряжает, вот на стол, так, скромненько, быстренько собрал. Вот у меня тут есть немножко вот этого вот праздничное настроение, ребят, просто, просто не передать. Но это всё современное, понимаете. Мы вообще, как сказать, мы же советские люди, да, дети совка. Вот, и поэтому я вам покажу другие игрушки. Давайте посмотрим. Вот она, сокровищница, ребят. Это вот наше детство, наша юность. И это ещё не всё. В одной из игрушек лежит записка с моего прошлого. Я её читал несколько лет назад, я знал, что она где-то есть, но я забыл, в какой из игрушек. Но сейчас всё-таки нашёл. И сейчас я вам её покажу. Это записка из прошлого, ребят. Это просто невозможно. Просто так вот словам передать, я вам сейчас покажу, а вы это увидите. Вот шар мы вскрыли. И отсюда вот, отсюда вылезает записка из прошлого. Давайте посмотрим, что здесь. Бумажка, это из тетрадки в клетку. Значит, написано, читаем. И в завершении, как по скрипту, прощайте. То есть, я поясню, я поясню. То есть, как я себе это представлял. Я думал, что эту записку откроют мои потомки. И я как бы это прощальный привет, меня уже не будет на этой земле. И я как бы с ними попрощался. Ну вот сейчас, сейчас эту записку можно будет взглянуть. Посмотрите. Понимаете, ребята? Ну это разве не чудо, да? И вот действительно, всего лишь навсего, клочок бумаги. И немножко времени написать что-то такое. Ну от души положить в елочную игрушку. И потом через много-много лет ее прочитать. Незабываемое ощущение. Вроде бы готово все. Можно приступать к следующей части. Следующая часть это будут огоньки. Сначала огоньки. Украсим огоньками, чтобы елка наша сверкала. Потому что наши маленькие внуки приедут и сразу обратят внимание на елку красивую. Это первый Новый год у наших малышей. Поэтому елка должна быть очень красивая. Ну и еще хотела вам показать вот такую красивую скатерть, которая будет на семейном столе в этом году. Вот такая, смотрите, замечательный такой рисунок. Скатерть большая. Как раз для семейного стола, когда соберутся все дети, внуки. Будет очень красиво. Украсим стол. Посмотрим, чем еще украсим. Скатерть мне это подарила моя любимая сестра. Спасибо ей большое. Ну а теперь пока они там наряжают, я думаю, чисто так по-простому. По-нашему. Кстати, икорка китовая, ребят, я настоящая. Я попробовал ее сегодня, мне очень она понравилась. Очень. Я не любитель особо сказать таких вещей, но иногда, иногда это просто кайф, ребят. И без этого, ну, такой праздник просто не обойдется. Это не реклама. Так, вот тут водочки сейчас, огурчики тут, ядерчики. Вообще, просто кайф. Аня там уже практически, Аня практически там уже все закончила. Ну что, ваше здоровье с наступающим 2021 годом. Не очень резко такая, мягко пошло. Ребята, супер. Катец уже готова. Готовы еще и мандарины с апельсинами. Ну как же Новый год без мандарин? Это же великолепный запах. Запах, который просто так покупаешь как-то не очень. Когда на Новый год запах мандарины и апельсина, это, наверное, вкус детства, что ли, скажем так, вкус семьи. Ну, конечно же, шампанское. Шампанское мы этот раз вот купили с Анто-Стефано. Оно мне очень нравится. Смотрю вот на эти вот игрушки. Аж мурашки по коже идут. Аж мурашки. Потому что это вот как бы колышет, колышет все внутри, напоминая нам о нашем, о наших истоках, о нашем прошлом. Ну, посмотрите. Серп и молот. Пятиконечная звезда. И вот такая же игрушка, только другого цвета. И опять же звезда. Я их практически не использую. Они у меня лежат как талисманы. Вот эти вот игрушки все. Все стеклянные. Все. А вот тут, например, посмотрите. Вот это вот. Вот это вот. Вот только вот на это посмотрите. Конфетти. Смотрите. Цена пять копеек. Город Ржев. Это флажки. Видите? Помните, может быть, да? Вешались за ниточку. За ниточки. Смотри. Ха-ха. О. Пожалуйста. Вот тоже. Из той же оперы. Вот это наше прошлое. Вот огни уже готовы. Я их развесила. Огни красного цвета. Потому что, ну, по цвету красных игрушек золотом. Чтобы красить. А традиционно мы еще, знаете, всегда наряжали елку как? Наряжали елку еще дополнительными конфетами. Покупали по цвету, по тону конфеты. Делали их на золотистую нить. Крепили. И развешивали. Ну, конфеты вешали, когда были дети помладше. Они к елке подходили. Ели конфеты, собирали оттуда. Ну, конечно, это было после 31 декабря всегда. Потому что до 31 декабря было табу на конфеты, которые висели на елке. Вот. Поэтому в этом году мы конфеты тоже купим. Немножко позднее. Немножко позднее мы их повесим. Вот. А сегодня мы вешаем только фонарики и елочные игрушки. Расчувствовался я что-то прямо так. Ну, зато такое чувство, что праздник. Праздник. Совершенно изумительные игрушки. И они, кстати, каждая игрушка уникальна. Знаете? И что-то напоминает. То есть раньше они висели на елке, которую устанавливали в моем детстве. Отец сделал приспособление к крестовине. На которой стоял двигатель. То есть вставлялась елка. Там был двигатель. И несколько кнопок, несколько скоростей. То есть можно было нажать. И елка с помощью электрического двигателя могла вращаться вокруг своей оси. И до сих пор вспоминая эту крестовину. Так сказать, такого индивидуального изготовления. К сожалению, она не сохранилась. Очень жаль. Ну что ж, ребят. Давайте еще подумаем. Я искренне, от всей души хочу, чтобы у вас в новом году, наступающем, все было хорошо. Чтобы будущий год, который наступает, ну, было, как минимум, немножко легче того года, который мы провожаем. Давайте. Ну вот, как-то так красиво, видите, светится замечательно. Частично я нарядила, решила сердца. Вот эти. И вот то, что игрушки были с пайетками, которые я сама делала, как я вам говорила. И вот, украсить. Елка наша готова. Пока Дима отдыхал по-своему, я успела нарядить елку. Вот, поставить нашего Деда Мороза под елку. Стариного Деда Мороза под елку. Ну, вот такая наша красавица получилась. Здесь вот целая, посмотрите, коробка. Еще осталось новогодних игрушек советского времени. Когда-то была вот такая мишура у нас. Мы украшали ей ель. Она продавалась, мы ходили, покупали. Каждый год возле старого детского мира был тоже елочный базар всегда, кто если помнит. Вот их всегда были какие-то интересные вещи. Ну, это вот из последних игрушек, что покупалась в 80-х годах. Видите? Вот такая игрушка. Вот, смотрите, что тут еще есть. Такие вот игрушки, я помню, в 70-х годах были. Это игрушки еще с 50-х, 60-х годов. Какие замечательные бусы. Я всегда в детстве мечтала в садике, когда была, года 3, мне 4, может быть, было. Я мечтала всегда, чтобы мне костюм так вот украсили, такими вот бусами. Ну, почему-то мне его не украшали, видимо, наверное, ну, как-то по-другому украшали. Снежинки тогда делали, смарли, красили, пачки делали. И вот украшали битыми игрушками короны вот здесь вот. Смотрите, какие замечательные игрушки. Советские игрушки еще. Старые прям игрушки совсем. Все эти вот игрушки, это игрушки нашего ареста. Вот еще, смотрите, какая кошка на прищепке. Вот они, в принципе, все хорошо у нас сохранились. Вот, потому что аккуратно все это складывалось. Все упаковывалось, прокладывалось ватой. А вот еще, смотрите, были картонные вот такие. Она, конечно, с другой стороны попорчена, бебедь такой. А здесь вот еще петух есть. Вот, видите. Такие игрушки мы очень любили в детстве. А, вот сосулька, посмотрите. Вот такие сосульки я в детстве очень любила. Веревочки очень старые, ниточки. Они были разного цвета, зеленого, голубого были, такого розового были цвета. Вот, это, конечно, все современное. Вот, но оно тоже стильное, красивое. Вот, но это просто память, память наших приятелей. Редков, скажем так. Поэтому тоже стараемся вот что-то вот так вот сделать. Чтобы тоже и детям нашим было интересно, и внукам. И, как бы, и нам с одним приятно. Ну что, дорогие друзья. В принципе, на этом наши предпраздничные украшения нашего дома. Елки закончены. На этом, в принципе, все. Я вам желаю в новом году быть здоровыми, счастливыми. Пусть у всех будет все в доме всегда. И радость, и достаток, и счастье. Спасибо, что вы все были с нами в этом году. Кто смотрел нас, кто ставил лайки, ну, кто и дизлайки ставил, тоже спасибо большое и за это. Оставайтесь с нами на нашем канале. Радуйте нас своим посещением нашего канала. Вот. Мы будем дальше продолжать снимать, снимать что-то интересное для вас. Подписывайтесь. Всем пока. С легким паром. С легким паром. С легким паром.